По основным видам стартерных аккумуляторов мы пробежались. Предлагаю краем пальца затронуть аккумы, которые используются в системах энергоснабжения. В том же автомобилестроении, авиакосмической промышленности, военной, да и в бытовой сфере тоже. Электроинструменты, игрушки, в конце концов. У меня дрон на таких как бы летает. Электровелосипеды, мопеды, ну там в авто в качестве источника беспереводного питания, если так можно выразиться. Речь идет о литий-железо-фосфатных аккумуляторах. Эти батарейки превосходят упомянутые ранее стартерные характеристиками безопасности. Также они имеют более продолжительный срок службы, но это не основные преимущества. Гораздо важнее это глубина разряда. А она у этих АКБ может достигать 80% от емкости в течение всего срока эксплуатации. Без отрицательных последствий. Для сравнения, у свинцово-кислотных этот показатель 20%. Также здесь мы имеем более высокий ток заряда. Это позволяет гораздо быстрее заряжать аккумуляторы. Например, вместо 12, там 1-2 часа. Еще один приятный момент это вес. Свинцово-кислотный аккумулятор, допустим на 200 Ампер, весит более 60 кг. А литий-железо-фосфатный всего 20 при тех же Амперах. Но ведь и все мы не без недостатков. И тут они имеются. Для этих АКБ нужны особые зарядки. Это раз. Есть некие сложности с построением большого акума из банок. Это два. Ну и третье, это их цена. Это почти втрое дороже свинцово-кислотная. Но она как бы постепенно снижается из дня на день. Ну и получаем же мы, скажем так, за эту цену намного больше плюсов. Выбирайте.